Всем привет на канале Тестифуд. Хочу вам предложить сегодня рецепт очень вкусных пышных оладьев с начинкой. Они могут изменить и любые бутерброды и получается как мини пицца. Ну короче, просто очень вкусно. Вот что мне для них понадобится. Чтобы оладьи получились пышные, запомните, самое главное, чтобы все ингредиенты для оладьев были комнатной температуры. Мне понадобится для теста мука пшеничная, кефир, сметана, щепотка соды, соль, яйцо куриное. Начинку вы можете использовать любую, которую вы любите. В данный момент я буду использовать укроп, помидор, колбаса, сыр, который хорошо плавится, болгарский перец и растительное масло, на котором буду жарить. Приступаю. Колбасу буду мелко нарезать. Кстати, если у вас не будет возможности купить колбасу, подойдет любая ветчина, либо сосиски, что угодно, то, что вы любите. Нарезаю колбасу. Для этого рецепта мне понадобится всего лишь половина помидора. Нарезаю помидор. Также к этому рецепту мне понадобится небольшой кусочек болгарского перца. И мелко его нарезаю. Также я буду добавлять в оладьи нарубленный укроп. Натираю сыр. Сыр берите любой, который хорошо плавится. Начинку сложил в посуду. Теперь к начинке добавляю одно куриное яйцо, сметану, соль, кефир и немного соды. Все хорошо размешиваю. После того, как добавил соду в кефир, кефир это есть кислая среда, уже пошла реакция. Видите, получились такие пузырьки. Теперь самое время добавить муку. Вот посмотрите, какой густоты должно получиться у вас тесто. На раскаленную сковородку наливаю растительное масло. Уменьшаю огонь меньше среднего и буду выкладывать оладьи. После того, как калать я подружу, я буду добавлять в кефир, 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 кефир и кефир. После того, как оладьи подрумянились с одной стороны, переворачиваю на другую. После того, как оладьи подрумянились, снимаю их на бумажное полотенце. Посмотрите, какие оладьи получились внутри. Прелесть этих оладьев, что вы можете добавить любую начинку, которую вы любите. Самое главное, они готовятся очень быстро и получаются всегда очень вкусно. Всем, кому понравился рецепт этих вкуснейших оладьев, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих видео. Пока!